И, между прочим, вот тот самый момент в декабре, 24 декабря, на Сахарова, ОМОН прятался в подземном переходе, 120 тысяч человек стояло на площади, а уже там в качестве десанта бросили Собчак на сцену, Кудрина. И выступающий Навальный, как раз на пике всего этого, говорит, мы можем остаться здесь, сделать Майдан, мы можем пойти к цику, пауза, но мы этого не сделаем. Я вижу здесь достаточное количество людей, чтобы взять Кремль и Белый дом прямо сейчас. Но мы мирная сила, мы не сделаем этого пока. Все, на этом на самом деле Белый дом закончился, потому что момент был один, 24 декабря, когда у нас был шанс, повторяю, шанс поменять историю. Этого не получилось. Вместо этого кончилось договоренностями кулуарными с Медведевым и его администрацией, о том, что мы можем получить в качестве каких-то подачки муниципальной и прочее. То есть возможности влиять на власть к этому моменту завершились. Переломным моментом, можете спросить многих участников этого сбора тогда на Сахару, я не знаю, были ли вы там. Но все, с этого момента власть начала группироваться. Потому что 4 февраля, когда мы вывели уже примерно такую же демонстрацию по численности, власть уже была готова. Уже Уралвагонзавод был в Москве на самом деле, они сгруппировались. В момент аннулирования выборов был шанс, блокадовцы могла дать успех, потому что даже тот же Миронов колебался тогда, Зюганов, они все колебались. Это же все же, в общем-то, люди двигающие, которых двигают от политического ветра. Они колебались. Были колебания у власти. Власть дала слабину в тот момент, она не ожидала такого выступления массового. Но надо было использовать его, ну как всегда, инициативу у вас вы должны давить. Мы этот момент упустили, все разъехались. Продолжение следует...